Сегодня на базе Брестского государственного профессионально-технического колледжа приборостроения состоялось торжественное открытие 14-го областного слета изобретателей и рационализаторов, а также персональных выставок технического творчества учреждения образования. Мероприятие открывает цикл научно-технических экспозиций, которые пройдут в течение нескольких недель еще в двух крупных городах области – Пинске и Барановичах. Здесь представлены экспонаты по различным направлениям. Это и модели, это и наглядные пособия, это различные полезные конструкции, которые используются как в быту, так и на уроках производственного обучения, ну и вообще в целом для проведения каких-то мероприятий. Изобретение, представленное на экспозиции – результат работы педагогов и учащихся трех учебных заведений области – Высоковского государственного сельскохозяйственного колледжа, Малоритского сельскохозяйственного лицея и Брестского государственного колледжа приборостроения. Представители последнего неоднократно являлись победителями многочисленных конкурсов. Например, на выставке есть работа обладателя диплома проекта «100 идей для Беларуси». Ее автор Евгений Крештопчик представил на суд Брестской публики приспособление для резки пенопласта. Нагретая нить очень легко режет пенопласт, но чтобы было более удобнее, пришлось поместить на стол, ну и как бы хорошо работает. Представленные работы – наглядный пример того, насколько разноплановыми могут быть изобретения, предлагаемые молодежью. Спектр их применения велик. Сельское хозяйство, промышленное производство и даже в быту многие из приборов могут быть хорошим подспорьем. И важно отметить, что применение своим рационализаторским талантом эти молодые люди смогли найти в среднеспециальных и профессионально-технических учреждениях образования. «Востребованность молодежи, которая получила профессионально-техническое и среднеспециальное образование, высокая. И я говорю, что у нас нет тех, кто остался без места работы. Все выпускники получают 100% направление на работу, трудоустраиваются. И в общем-то рекламации и нареканий со стороны нанимателей на некачественную подготовку наших ребят. Я таких, как в управлении образования, нареканий не получала».